В 2013 году был принят историко-культурный стандарт и концепция учебного курса по единой России. Но за это время выявились ключевые моменты, которые требовали внесения, корректировок и дополнения. Над проектом по усовершенствованию концепции работают ученые Казанского федерального университета. Мы своей командой организовали работу по мониторингу и наши учителя также приняли в нем участие. Важно было знать мнение учителей о тех недостатках, которые существуют уже в принятой концепции и какие пути улучшения качества вот этой концепции могли предложить наши учителя. Во время заседания рабочей группы по подготовке концепции учебного курса «История России» подвели итоги мониторинга и выявили несколько задач, главный из которых усовершенствовать механизмы экспертизы учебно-методической литературы по истории, в первую очередь по региональной. В регионах истории регионов, особенно национальных вот этих образований в составе России, не всегда соответствует тому историко-культурному стандарту, который был принят в 2013 году. И в качестве примерок директора Института российской истории, Российской академии наук, Юрий Александрович Петров поставил нашу республику, наш Татарстан, что именно в республике Татарстан реализуется новая линейка учебников по региональной истории, которые соответствуют новому историко-культурному стандарту. Данная региональная линейка учебников разработана для школьников с 5 по 9 класс и выпускается с 2015 года. Над ней работали ученые Казанского федерального университета, под научной редакцией заведующего кафедры исторического и обществоведческого образования КФУ Раилев-Хруддинова, с привлечением ведущих ученых из академических институтов Академии наук Республики Татарстан. В качестве ответственного редактора назначен член Президиума Российского исторического общества, директор Института Российской истории Российской академии наук Юрий Петров. Институт международных отношений Казанского федерального университета является одной из базовых площадок, на которой будут реализовываться предложения по вносимым корректировкам концепции, в том числе возглавляемой Александром Чубарьяном, который является научным руководителем кафедры исторического и обществоведческого образования. Института международных отношений КФУ Эльвира Зорина, Универньюс